Центробанк впервые опубликовал доклад о денежно-кредитной политике по примеру мировых финансовых регуляторов. В нем он объясняет свои решения, оценивает перспективы экономики и рассуждает о возможных реакциях. В первой половине года инфляция в России может оказаться значительно выше официальных прогнозов. По данным Росстата, в январе индекс потребительских цен уже превысил 7%. В ежеквартальном докладе Центробанка говорится, что всплеск инфляции будет непродолжительным. На нее влияют продовольственные цены и слабый рост цен в прошлом году. В целом инфляция в России ускоряется год на год. По итогам января мы ожидаем, что она составит порядка 7%. По итогам февраля-марта достигнется его пика текущего года на уровне чуть выше, чем 7,2% год на год. Основной причиной ускорения роста инфляции является индексация регулируемых тарифов правительством и плюс эффект низкой базы 2019 года. Со временем мы думаем, что инфляция начнет замедляться, что позволит ЦБ со второго квартала 2013 года приступить к циклу понижения ставок. В докладе не исключается краткосрочное повышение процентных ставок. Это произойдет в случае нарастания инфляционных рисков и ослабления курса рубля. Но, по мнению аналитиков, такой шаг со стороны Центробанка не очевиден. В прошлом году как раз все мировые ЦБ напротив понижали ставки для того, чтобы поддержать свои экономики. И сейчас повышать ставки будет неэффективным решением. И также неэффективно сильно повышать ставку, опираясь на данные текущие по инфляции, потому что, соответственно, в инфляцию сейчас довольно-таки большую лепту вкладывают именно немонетарные факторы. А бороться с немонетарными вещами, такими вот монетарными мерами, это является неэффективным решением. Годовая инфляция может вернуться на уровень 5-6% уже во втором квартале. По мнению Центробанка, краткосрочные инфляционные ожидания, рассчитанные по данным финансового рынка, перестали расти. Не способствует росту цены внутренний спрос. Инвестиции в основной капитал сокращаются, кредитование ограничено, реальные доходы населения не растут. На замедление цен во второй половине года окажет влияние и снижение роста денежной массы. Максим Андреев, Вести.